Почетные грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. Сотрудники Республиканской госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на дорогах Карачаева-Черкесии, а также профилактику нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий. Так, за прошедшую неделю с 9 по 16 сентября дорожные полицейские задержали 26 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 45 автомобилистов передвигались на транспорте без государственных регистрационных знаков, выявлено 35 транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке. 630 автолюбители управляли автомобилями, на которых светопропускания передних боковых стекол не соответствовали требованиям безопасности. 157 водителей устранили нарушения на месте. При помощи системы «Паутина» задержаны 36 водителей, управляющих транспортными средствами, регистрация которых прекращена. 11 автолюбителей, собственники которых являются злостные неплательщики административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Выявлено 6 транспортных средств с подложными регистрационными знаками, принятыми сотрудниками Госавтоинспекции мерами. Все автомобили задержаны, нарушители привлечены к ответственности. За указанный период с улиц Республиканской столицы эвакуировано 11 транспортных средств, припаркованных в нарушении правил дорожного движения. Водители, которые паркуют свой транспорт в местах, где это не разрешено, доставляют неудобства, дискомфорт другим участникам дорожного движения. Это у нас те же пешеходы, которые занимаются своими делами, переходят через какой-то определенный участок, и им порой приходится выходить, из-за того, что машина припаркована не в положенном месте, приходится выходить на проезжую часть. Бывают ситуации, когда у нас и взрослые мамочки с детьми своими, с колясками в том числе. То есть это у нас получается ситуация, когда вполне возможно, что из-за того, что водитель припарковался в автомобиле в неположенном месте, может случиться дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать и люди. Призываем всех водителей относиться с уважением к другим участникам дорожного движения и не создавать дискомфорта тем же пешеходам и другим водителям транспортных средств. В случае, если вы возвращаетесь на место, где до этого припарковали свой автомобиль и не знаете, где он сейчас находится, вам необходимо позвонить на 02, где вам, естественно, сообщат о том, где находится ваш автомобиль. В случае того, если он действительно был задержан на эвакуаторе и был доставлен на специализированную стоянку, вам сообщают адрес местонахождения данной стоянки, где находится ваш транспорт, и, соответственно, отделение госфотоинспекции, сотрудник которой будет составлять в отношении вас материал по данному факту. Необходимо будет вам обратиться именно в данный отдел госфотоинспекции, где вам будет выдано распоряжение о выдаче транспортного средства, находящегося на специализированной стоянке, и уже после чего будет вынесено постановление об административном правонарушении за нарушение правил стоянки или остановки транспортного средства. Согласно статье 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил стоянки или остановки транспортного средства предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей административного штрафа. Кроме того, вам потребуется значительное количество времени для того, чтобы забрать свое транспортное средство со специализированной стоянки, а также оплатить работу эвакуатора и то, что ваш автомобиль находился определенным количеством времени на стояночном месте.